Приветствую вас, друзья! На связи с вами вновь Сергей Куликов, он же Моряк, и это Фокусы от Моряка. В этом видео нас ожидает очередной обзор очередной колоды. Колода, хочу сказать вам, необычная, и случайно, с попутными ветрами, она попала ко мне в руки. Эта колода для любителей минимализма, и сделана она в таком минималистическом стиле, что даже диву даешься. Эта колода называется Кискартс, и я предлагаю вам вместе со мной посмотреть, что это за колода. Итак, друзья, давайте посмотрим, что это за колода. Рубашка, как и коробка, точнее коробка, как и сами карты, они сделаны вот таким вот минимализмом. То есть коробка абсолютно белая, никаких надписей, никаких логотипов, никаких эмблем здесь нет. Ничего такого, к чему мы с вами уже давно привыкли. Точно так же коробочка выглядит и у нас внутри, то есть ничего, обычная белая коробка, просто карты, и все. Итак, вот таким вот образом выглядят наши Джокеры. Вот таким вот образом. То есть это обычные две надписи, Джокер, Джокер, то есть цветной, да, и черно-белый. И рубашечка просто белый бланк, такой вот, ничего больше как бы здесь нету. В общем, такой вот минималистический минимализм. Итак, вот такие вот у нас Джокеры. Далее мы посмотрим, как обычно, наши карты. Вот таким образом выполнена здесь пиковая масть. Это туз, как вы догадались. Буква А нам уже знакома. Но пиковая масть выполнена такая, без такого штришочка, да, который обычно присутствует на пиковой масте. То есть нету, грубо говоря, это черви, только перевернутые и черного цвета. То есть вот таким вот образом эти карты наши и сделаны. Вот такой вот валет, дама и, соответственно, король. То же самое у нас с бубями. Бубны у нас сделаны такой обычный квадрат красный, повернутый, как бубновая масть. Стандартного красного цвета. И точно таким же образом сделаны все наши остальные карты. То есть значение плюс масть. Здесь значение плюс масть, значение плюс масть, значение плюс масть. Тоже очень-очень минималистически. Далее идет крестовая масть. То есть точно так же нет этого штришочка снизу, да, как обычно на крестовой масти. Просто три кружочка соединенных вместе. Вот таким вот образом у нас выглядят все карты крестовой масти. То есть значение и масть. Значение и масть. Ну и, соответственно, черви, да, то есть черви более привычные уже нашему взгляду. Это сердце красное. Все карты, собственно, также и сделаны. Прикольно сделаны здесь, кстати, индексы. То есть шрифт очень так классненько подобран. Отличается заметно от шрифта, который мы привыкли видеть на байсиклах. Вообще создатели этой колоды позиционируют эту колоду как колоду именно для игры. И поэтому данная колода выполнена пластиком. То есть это не многослойный картон с пластиковым покрытием, как мы привыкли к байсиклам, да. Это чистоганный такой пластик, чистый пластик. Поэтому что он дает? Конечно же карты хорошо гнутся. То есть рифл, шапл с ними делать это просто превосходно. То есть тасуются они очень легко, то есть проблем вообще никаких с тасовочками не будет. То есть, пожалуйста, они довольно-то скользкие, что позволяет сделать фальшивые тасовки. Например, сделать тасовку с пропитиванием вам тоже не составит труда. Вы можете легко пропихнуть эти карты. Ну, допустим, там потом потасовать их лесенкой. Что касается скольжения, да, обычно пластик он не скользкий. То есть сколько вот у меня было в руках пластиковых карт, у меня не было таких карт, которые бы скользили. Эти напротив, то есть ими можно делать спокойно ленту. То есть спокойно можно перевернуть, так вот поиграться ею. Ну, как мы уже все, надеюсь, умеем, да. Вот. Можно сделать флориши вроде веера. То есть вот обычное скольжение карт здесь хорошее. То есть можно сделать веер, пожалуйста. Вот что меня очень порадовало в этих картах, так это то, что пластик именно скользящий. Ну, естественно, можно поделать такие наши вееры привычные, да. Кто умеет веер давлением, я лично плохо его умею делать, можно еще и веер давлением поделать. В общем, карты такие прям, лично мне они понравились по своему качеству. То, что это пластик, само собой разумеется, то, что карты прослужат, конечно же, долго. Так что для флоришев и фокусов они вполне подходят. Но, опять же, напомню, создатели их более позиционируют как карты для игры. Давайте попробуем сделать нижнюю сдачу. То есть если я даже буду сдавать нижние карты, в принципе, они скользят даже нормально, даже для низа. Да, нормально скользят. Так что, в принципе, шулером на заметку. Если вам нужны именно пластиковые карты, которыми можно исполнять всякие вещи за столом, то, пожалуйста, карты KISKARDS для этого подходят. Давайте вот просто на примере тузов я возьму тузов. Положим мы их с вами наверх. Вот так вот потасуем чуть-чуть, применяя все наши шулерские приемчики. Всякие подснятия ложные, пробежки, инджоги. Да, так карты контролируются нормально. Лично мне нравится. Ну, попробуем мы это дело сдать. Так вот, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Да, в принципе, нормально они дергаются снизу. Так что попадают нормально они вниз. Но к ним, конечно же, еще надо немножечко привыкнуть. Потому что это все-таки не бишки, не байсиклы. То есть там маленько надо к ним попривыкать. Но, в принципе, все вот это с ними исполнится реально. Даже вот если взять Edmarlo Table Pass, в принципе, скользят они хорошо. Нормально, да. Ну вот, друзья, собственно, мой обзор подошел к концу. Обращаю ваше внимание на карты Keys Cards. Возможно, вы искали такие вот картишки в стиле минимализма, пластика. Причем пластика скользящего, что редкость для пластиковых карт. Ну, которые подходят и для фокусов, и для флоришей, и для шулерства. Но для шулерства, опять же, к ним немножечко надо привыкнуть. Ну что ж, друзья, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. Я буду очень рад, если вы напишите свои отзывы о этой колоде. Потому что такие колоды впервые в нашем обзоре. Буду ждать, понравилось вам или нет. Ну что ж, как я уже сказал, на связи был Куликов Сергей, он же Моряк. И до следующих встреч на нашем судне. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok